И вот хотел тебя спросить, в США арестовали подозреваемого в крупнейшей утечке секретных документов Пентагона, это значит Джек Тейшейра, какой-то 21-летний служащий национальной гвардии подразделения ВВС штат Массачусетс представлен перед федеральным судом. Я так понял, что уже предстал. Ну и говорят, куда-то он там слил сведения. Тебе никак неизвестно, может там что-то писали, кого он сливал. Да, то есть такой интересный момент. То есть он играл там, у него группа была в компьютерных играх онлайн. Я сам онлайн не играю, я там иногда играю, но так просто один как бы пользователь. Вот сын-то мой играет. Вот мой сын играет в компьютерную игру онлайн. У него наушники, микрофон. У него какие-то там люди бегают. У него там одно имя над ним. Там 5-6 его друзей в этой команде. Они переговариваются между собой. Я пойду справа, я пойду слева. Вот. То есть вот помнишь Twitch? Тебе в Twitch предлагали зайти там и там вести эфиры. То есть вот такая платформа практически, как Twitch. Вот. И ему, видать, никак не давало покоя, что он тут практически сидит на каких-то секретных материалах. Каждый день там их пролистывает. А никто о нем не знает. Вот. Он сначала просто рассказывал, я так понимаю. А вот я вот это видел, а я вот это видел. Они не знают друг дружку. То есть они как бы слышат друг друга по этому, по микрофону. И видят как бы аватар, который там с автоматом бегает. Какими там они играми занимались. В общем, в конце концов он понял, что похоже там его за дурака держат. И он просто стал фотографировать эти все дела и уже прям куда-то так забрасывать файлами практически. И там, конечно, стали скрывать, смотреть. Вот он там получил там несколько дней славы. Но потом за ним приехал я в ФБР. И там в трусиках его выводили там дальше. Причем так это показательно. Кстати, у меня тоже такая мысль интересная возникла. Я потом поделюсь в конце. То есть он выходит руки за голову, в трусах, в майке и так пятится. И там такой этот, вот этот спецназ ФБРовский стоит. Как будто, я не знаю, берут там, я не знаю, какого-то там колубийского наркотика, как минимум. Вот. И вот они его взяли под арест в среду, по-моему. Или в среду было слушание там насчет арестовывать, не арестовывать. Там его папа пришел, сказал, что он его поддерживает. Вот. А в пятницу сегодня там в Массачусетсе, где-то там в Бостоне, я так понимаю, они уже, я так понимаю, ему предъявили обвинение. И вот еще, по-моему, это не закончилось. То есть на момент выхода передачи я посмотрел быстро. Там пока еще как бы это... Он там в суде. Вот чем они там занимаются, непонятно. Я так понимаю, обвинение. Гилти, но гилти. То есть признает виновным, не признает виновным. Меры пресечения. И вот так пойдет. Но у меня дальше вот это... Я посмотрел там, кстати, в комментах перед началом передачи спросили, что он там выкинул в эти файлы. Там, в принципе, во-первых, по-моему, ничего такого сверхсекретного-то и нет. То есть там переписка, там сколько хаммерсов было выпущено, допустим, по там российским войскам. Сколько там обратно прилетело. Вроде бы, я так понимаю, основная проблема, что там показали, что у России в их структурах гласно или негласно чуть ли не кроты действуют. Там чуть ли не американско-украинские. Просто сидят и сливают информацию. Вот они, я так понимаю, испугались, что как бы вот этих сверхагентов-то сейчас нет, они вскрыли. В основном вот из-за этого. Весь сыр-бор. Вот. Ну, видишь, сейчас готовится контрнаступление. И у меня такая зародилась идея, что такого-то особого ничего там нету. И что это, значит, такая сверхоперация, значит, Пентагона по сливу просто этих данных. И чтобы там... Потому что там был какой-то такой момент, что вот по переговорам между Зеленским и другими какими-то представителями на американской там военщины, что у них недостаточно того, что у них мало вот этих ДРГ, у них вот этого не хватает. Да вот, в общем, прям, я так понимаю, плач этой Василисы, что прямо нету ничего и идти не с чем. То есть такое ощущение, что, знаешь, это... Вешает лапшу на уши, чтобы там русские расслабились, напились и курили длину и сигару. Но говорят, это мое чисто субъективное мнение. Не удивлюсь, что если окажется, что как в фильме «Don't look up», действительно там в 25... У меня сыну 27 лет, ну, балбес балбесом. А тут 21 год, у него секретные документы перед носом. Ну, знаешь, ты говоришь, что Лукашенко не держится вода в одном месте. Это как бы умудрённый мудрость у мудрых политик. Хотя и козёл, конечно, тот ещё. А тут 21-летний парень, у которого такие эти... Конечно, он захотел прославиться. То есть, может быть, и просто вот такая тупость, значит, современная. Ну, и третий вывод. Видишь, что в информационном мире ничего не остаётся секретным. Раньше или позже всё это будет выливаться, так или иначе. Пабло Пикассо тут пишет, в США секретный документ скоро в газетных киосках продавать будут. Так и есть вообще совершенно точно. Пишет, Жень правильный человек, абсолютно согласен. С неправильным человеком я бы не дружил ни в коем случае. Поэтому Жень очень правильный человек. Очень умный человек. И иногда выдаёт такие вещи, что я аж удивляюсь. Думаю, вот это да. Молодец, молодец. Да, но это особенность врачей. Врачи, которые, ну, хорошие врачи, так скажем. Они видят мир несколько под другим углом зрения. Кажется, это угол зрения общий для всех умных людей. На самом деле это не совсем так. Потому что профессия накладывает отпечаток. Иногда этот отпечаток не очень хороший, но чаще он правильный. Чаще они могут увидеть нечто такое, что не видят другие люди. Это, ну, или не заостряют внимание на этом. И это очень важно. Я как раз как-то думал насчёт, значит, твоей профессии, моей профессии. То есть, у нас оказывается очень много общего. Так, смотри, ты приходишь на место преступления. Что там видишь? Там труп, я не знаю, там пролитое вино, окурок. И ты можешь по вот этим другим людям непонятным каким-то набором вещей создать картину. У меня приходит 90-летняя там пациентка, которой я просто сижу вот так и слушаю. Ну, потом могу там экзамен. И, в принципе, тоже как бы прийти к тому выводу, что с ней происходит, как лечить, что диагностировать. И уже пора там, знаешь, это сливать воду. То есть, в нашей профессии такие достаточно, может, сразу аналогию не проведёшь. Но есть что-то общее такое, что практически по непрямым признакам приходится делать какие-то конкретные выводы. Субтитры создавал DimaTorzok